Вопросы интеграции в российское общество граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, стали главными на координационном совещании главного федерального инспектора по Нижегородской области Ивана Костанова с руководителями регионального кабинета министров и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории области. За 11 месяцев в этом году в регионе на миграционный учет встали 23 тысячи граждан Украины. Для сравнения, в прошлом году эта цифра составила 7,5 тысяч человек. На территории Нижегородской области созданы пункты временного размещения лиц, вынужденно и экстренно покинувших территорию Украины. Максимальное количество пунктов временного размещения функционировавших в августе текущего года и количество составило 18. На сегодняшний день это количество сокращено до 12. Большинство из них смогли найти работу. Содействие в этом вынужденным переселенцам оказала служба занятости населения. Спектр профессий весьма обширен. Это и учителя, и врачи, и рабочие. Большинство выбрали не крупные города, а глубинку. Мы их трудоставим в разные отрасли. И в перерабатывающую промышленность, и обрабатывающую промышленность, станочниками. Очень востребованы сварщики. В сельской местности многие работают. Поэтому здесь сфера деятельности очень такая обширная, если только нет ограничений для приема на некоторые, скажем, предприятия оборонного комплекса и так далее. Приворский федеральный округ стал новым домом для нескольких десятков тысяч временных переселенцев из Украины. Почти полторы тысячи человек уже получили здесь российское гражданство. Показателем того, насколько организовано это было в Приворском федеральном округе, я могу одну цифру вам привести. Если в целом по Российской Федерации за статусом закрепления на территории обратилось 33% из прибывших с Украины граждан, то в Приворском федеральном округе эта цифра составляет 55%. Это говорит о качестве работы, которая была развернута, адресной работой, сопровождении людей, создании необходимых условий для того, чтобы было принято вот такое решение. В случае необходимости Приворский федеральный округ готов принять еще немало вынужденных переселенцев из Украины, где конфликт не заканчивается уже больше года. Ким Андреев, Ярослав Гунин, Илья Федулов, Горький ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok